здравствуйте мои дорогие друзья здравствуйте мои дорогие подписчики и зрители случайные гости нашего канала рада вас приветствовать на канале vita virtus и по вашим просьбам многие писали что давно не было расклада на королей то наверное полгода не было точно больше могу ошибаться вы просили я делаю что значит на королей для новеньких то есть вы здесь загадываете не вариант не колоду а короля который вам понравился который вам близок который которым вы испытываете там не знаю симпатию либо выбираете по знаку зодиака здесь у нас 54 короля и император что это значит вкратце в двух словах час объясню император это мужчина который может быть вашим мужем вы смотрите на своего мужа то может быть руководитель начальник это может быть вышестоящее лицо то может быть мужчина намного старше вас там 20 15 лет и больше либо очень властный человек ну неважно вы его считаете императором он ему может быть там и 16 лет но он может быть ярко выраженным с ярко выраженными качествами императора властвует и берет ответственность за всех содержит там семьи матерей и родителей и так далее король жезлов очень близок к императору человек который действительно берет также ответственность несет ответственность за других ведет людей за собой лидер своеобразный бизнесмен частный сектор и частный бизнес у него в основном занимает частным бизнесом человек властный человек самодостаточный уверенный в себе может быть просто мужчина огненного знака зодиака король кубков может быть человек водного знака зодиака рыбы раки скорпионы поэтому так что еще мужчина творческой профессии это офисный офисный сотрудник это человек творческой профессии начиная там от актеров певцов художников поэтов заканчивая блогерами и кстати пока по королям кубков меня тоже проходят и трейдеры кто занимается биржевыми сделками кто валютой торгует тоже у меня проходит больше короли кубков чем короли но иногда мечевые но вообще вот просто почему потому что они как бы ни к чему не перетрагиваются ними такие истинные белые воротнички которые руки вообще не обо что не пачкают только головой только творчество какое-то прикладывать но еще они бывают и мечевыми кстати трейдеры но вообще люди которые работают в интернете что-то делают там творят создают тоже будет кубковый человек чистые руки красивые пальцы офисные сотрудники такие белые воротнички ну либо представители творческой профессии мечевые мечевые люди воли люди которые живут по какому-то уставу по каким-то клятвам по каким-то правилам по каким-то знаю это могут быть врачи до которые дают клятву гиппократу это могут быть спортсмен это могут быть и военные которые люди которые у них очень ярко выраженная воля намерение воля и они живут по уставу они живут по правилам у них долг превыше всего это раз и ну и также еще могут быть короли просто воздушного знака зодиака не тоже проходят по королям мечей этого водолея у нас близнецы и весы ну либо у человека такой холодный они не эмоциональные они не теплые они вот ну не умеют они проявлять эмоции они умеют любить и не умеют заботиться но они у них долг превыше всего люди воли одиночки часто кстати и так король пентакли король пентакли это человек который связан с деньгами в первую очередь очень приземленный материально материальные факторы правила дизайн достаток превыше всего человек может работать непосредственно с деньгами может быть работником банка может быть работником какой-то материальной сферы производства но опять же он непосредственно касается денег он все мерит этим день то есть он не скупой как многие иногда слышал других раскладах такой скупой жадный не скупой он не жадный он просто вкладывается только в свое по астрологии это может быть земной король земной знак зодиака это телец дева козерог но у человека работа будет превыше всего работа его какие-то обязательства то есть человек понимает что он потеряет деньги он с вами в отпуск на свидание там не пойдет и он реальный он летающий в облаках он смотрит так это мне выгодно и невыгодно то есть если у него там горит сделка либо у него встреча бизнес какой-то контрактом там знают ценивать все деньгами он не применяет на встречу романтическую там на прогулку на яхте ничего страшного заработаю еще прогуляюсь на яхте ты человек живет вот твердо стоит на ногах его бы и больше опирается на какие-то земные качества часы вперед условия я не буду переворачивать чтобы был распадами перевернула потом были возмущения я просто переверну и вы будете смотреть первый вариант будет король мечей второй вариант будет король кубков по королям кубков часто проходят любовники еще можете смотреть по королю кубков третий вариант король жезлов четвертый вариант король пентакли и пятый вариант император расклад я буду делать на энкор таро загадывается так думаю всем хватило времени если что нажимаете на паузу итак первый вариант король мечей качество короля не буду повторять вначале можете послушать я все сказал затягивать видео не хочет хочет и так что у вас там происходит в отношении настоящий момент что у вас происходит с этим человеком самое интересное у вас есть другой мужчина также может быть вашим любовником король мечей не обязательно может быть вашим партнером он может быть нашим любовником буду рассказывать в нескольких вариантах потому что много людей смотрит это общий расклад настоящий момент что может происходить у вас есть сейчас другой мужчина которым в принципе достаточно теплые чувства испытываете который либо является вашим мужем либо в принципе выполняет функцию такую либо если никакой так не может быть то вы пытаетесь из него сделать мужа но в любом случае больше конечно проигрывается что это мужчина который вас есть других отношений есть мужчина затем это может быть не обязательно вы ну потому что здесь выпал и человека любовник и муж поэтому может быть и так что он сам первый вариант кого вы смотрите он будет женат поэтому я сейчас будет очень высокая вероятность любовного треугольника но не обязательно тоже к этому прислушиваться я буду стараться рассказывать про мысли про чувства про действия не у всех может проиграться треугольник это все прекрасно понимаю тысяч человек смотрит десятки тысяч на настоящий момент возможно будет стоять перед выбором потому что здесь надо будет как-то определиться годится он мужья либо оставить другого человека мужем либо другой человек будет мужем что он настоящий момент думает про эти отношения ухты а вот тут как-то вот очень красивая императрица да еще с большими большими деньгами и удовольствием и живущая в наслаждениях и кайфе но либо действительно вы замужняя женщина это ваш любовник который просто королем мечей нападает либо он считает что вы достойны большего потому что вы достойным мужчина вы женщина у которой за спиной вы на рай в шалшине согласитесь у вас здесь туз пентакли туз пентакли это большие вложения большие деньги хорошие шансы причем идущие либо от пират императора либо вокруг вас такие мужчины по его мнению и живущие в удовольствие да вы себе можете много чего позволить да возможно не исключаю вы к нему испытываете чувства вы его ждете но все таки его больше здесь смущает ваше окружение ваш мир и что он думает об этих отношениях ну действительно как женщина он является для этой женщины для императрицы как удовольствие то есть она вообще привыкла получать удовольствие жить в удовольствии и как удовольствие окей что давайте просто что этот король мечей думает о вас конкретно к женщине вы сейчас молчите вы сейчас не общаетесь он испытывает к вам теплые чувства настоящий момент возможно они холодные они возможно не такие стандартные как бы хотелось ничего и короли они вообще особенные то есть особенная каста который никогда не поймешь где они в каком месте они там любят потому что они все время суровые они все время в каком-то там исполнении долга такое ощущение как будто мир погибнет если они там утром не проснуться не пойдут на работу спасают мир поэтому чувства у него есть что он думает что он испытывает к вам какие-то чувства об этом он говорить не будет чем настоящий момент скорее всего вы не обман не общаетесь и был какой-то обман между вами скорее всего потому что но он рассчитывает что это все простительно это все можно закрыть глаза но за это что-то было что он еще думает ну ему сейчас очень интересно с кем вы живете потому что но тема другого мужчины не знаю либо это у него в голове либо вас действительно есть другой мужчина потому что ему надо понять ну хорошо первую очередь что он должен понять кто он для вас на что здесь на действия семья совместное проживание бизнес кто то ли кто он для вас любовник легкие отношения либо ваш человек которым вы будете там подчиняться быть с ним жить с ним планировать с ним будущее либо по-другому если у вас есть кто-то а он об этом может знать он будет думать кто я ну я-то понятно кто этот человек который рядом с ней там серьезные отношения он несет за нее ответственность или этим надо понять вот в тех отношениях которых и сейчас есть кто за кого несет ответственность то есть ему не по ему надо разобраться обязательно надо разобраться кто кем он является тот человек который рядом с вами которого он придумал либо видел либо знает кем он для вас является если у вас нет никакого другого человека в 1 свободное совершенно тогда это просто такое в голове сумбур такой кто я есть для нее я для нее все-таки любовник и потому что хочется действовать хочется что-то делать и в принципе допускает возможность совместного проживания семьи и так далее но есть сомнения чувства 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 к вам это называется какой мужчина такие чувства больше мыслительного процесса нет чувства есть они больше спонтанные проявляются через страсть через желание владеть обладать но его большего как-то мыслях ему больше волнует вопрос люблю ли я не люблю если чувство не есть некий так он прекрасно понимает что с вами у него поменяется жизнь с вами в принципе можно идти в будущее опять же чувство да он он знает что вы преданное узнает что с вами можно идти в разведку он знает что жизнь действительно изменится в лучшую сторону но вот у него чувство вот проявляется опять же он больше о них думает чем он умеет их чувствовать но это свойственно королям но на вас он смотрит как на женщину которая может быть его парой которая может быть может быть ему интересно если смотреть просто чувства по этому триплексу то у него страсть перерастающая в желание владеть обладать вот он сам выпал считается слегка незрелым императрица была может быть он правда женщину женщина может быть еще и старше кстати потому что есть король мечей паш но он уверен почему-то что вы его ждете ждете пока он вырастет на по-другому на чувство мало того что я смогу долго описывать вам как любит король мечей никак никогда не поймете что он там испытывает потому что внешне это никак не проявляется очень много опасений очень много недоверия очень боится он просто ждет и наблюдает человек который может для него год-два это показательно может еще дольше вот вариться в этих отношениях разбираться в своих чувствах очень много страхов очень много предубеждений любит ли он вас дайте конкретно уже ну как и детская люблю то есть не детская незрелая мир любит возможно даже в отношениях с вами он понял что-то очень глубокое большое в своих чувствах потому что вы ему показали мир любви мир любви это есть сама по себе карта окружение любовью то есть он реально с вами начал что-то чувствовать но это правда человек который ну для него чувство не является прям основным в жизни чем-то главным ради чего он живет но действительно начальная стадия когда он начал что-то осваивать когда он начал что-то понимать то есть вы в принципе тот человек который видимо либо его сердце как-то растопил либо он действительно вам начал доверять потому что человек очень недоверчивый здесь король мечей паш мечей но очень много своих этих тараканов призма страха но на вопрос любит ли он вас он начал это делать он начал испугался возможно но по крайней мере он человек смог войти в мир любви мог понять что такое то есть мог хотя бы немножко прочувствовать это значит как это что-то вообще за зверь такой как-то как с этим жить будет ли он что-то делать вашу сторону тянет время тянет время здесь очень много опасений он сам достать от себя не ожидал он думал что он быстрее как-то либо все разрулит возможно здесь такая ситуация что он хотел забыть ну чтобы любой как-то потихонечку сошла ну вот опять же я не могу сказать что у него нет к вам чувств он вас видит своим союзом но с луной и умеренностью это правда очень как будто человек живет 300 лет у него еще как минимум впереди 350 и он никуда не торопится ну вот всему свое время как бы спокойно настанет хорошее время у нас все это будет я знаю что этот человек я знаю что это женщина меня любит и знаю что она показала мне что такое любовь я знаю что я испытываю тёплые чувства что он будет ничего он будет тихонечко испытывать к вам теплоту но по луне как бы относиться к вам считать вас правильной женщиной лучшей женщины интересной женщины ничего не делать страдает переживает кстати из-за того что не может вот как из-за чего страдает мы понимаем что нужно что-то делать а уходит свои сомнения и бесится переживает прям из-за того что он ничего не может сделать вот прям его накрывается того что он ничего не может сделать ему иногда вообще кажется что все это и люди что это быть не может но не исключаю что он может обратиться за какой-то помощью боится очень много страхов просить какую-то но хотел бы с вами дружить не знает как этого заметка очень чтобы в ссоре как бы и ссоры не было как прерванное общение потому что сейчас он для себя такую тактику выработал сначала я с ней подружусь сначала я восстановлю дружбу не знаю пока как я это сделаю не во внутренний дискомфорт но разрывать с вами отношения он не хочет потому что действительно он осознает и понимается что это было колесо фортуны до рассчитывает на удачу здесь пока история не законченная долгая песня он реально никуда не торопится такой ужин как будто у него вообще там впереди еще много времени он же будет пытаться восстановить с вами дружбу не знаю каким через как он каким образом пытаться не знаю что то у него нет решения опять же страдания переживания его даже иногда пугает а вдруг это чувство ему это не совсем нравится поэтому нужно должно пройти какое-то время но чек правда рассчитывать что у него еще в запасе как минимум несколько лет у вас возможно это не устраивает поэтому решиться так решиться называется все в его руках она чувством испытывает второй вариант король кубков описание в начале видео можете послушать и так что настоящий момент у вас происходит таскует получает не депрессия не депрессия у человека здесь как тяжелая как грусть печаль тоска тяжелая тоска на душе тоска по девушки возможно не скажу что это муж не муж весь погружен в мысли весь в мыслях о вас что он может сделать кем он для вас является хотя вообще он сам по себе король кубков он очень нежно такой ласковый но он хочет быть для вас мужчина который либо принимает за вас решение ну потому что он хочет у вас очень много в его голове тут человек живет ну возможно еще мечты возможно когда человек реально больше живет в мире мечт и мысли но ему хотелось бы стать для вас вот этим человеком который буду брать за вас ответственность стать королем жертвов пока у него не получается пока он просто ну либо вы в нем не видите он то понимает что вы не видите мне вот этого короля увидите в нем пожар что он конкретно думает о вас что вы его ждете что вы по нему страдаете безумно по нему страдаете постоянно в мыслях о нем и в принципе опять же чтобы все так у вас наверное я не могу сказать что вы расстались из потери коммуникации общения из-за какой-то правду каждого свои обязательства из-за каких-то обязательств либо из-за какой-то правды которая всплыла но может быть еще религиозная почва конечно что там какая нет что то есть другое ну выпал конечно король мечей это может быть и другой мужчина который вмешался ваши отношения но он не выпал в основном раскладе я не буду его брать за счет здесь мужчина действительно по вам тоскуют возможно вы либо на расстоянии но вы не коммуницируете потому что отношения у вас сейчас энергия десятки жезлов это не расставание это просто тяжелая ситуация вы не понимаете на каком вы свете опять же страдаете переживается он считает что вы переживаете отношения зашли в тупик вы ждете от него действия он то знает он тянет время он хочет с вами взаимодействовать но опять же он прекрасно осознает о чем он думает он сейчас в ближайшее время действие не совершит он вас потеряет что он еще думает о вас ну вот вы самостоятельная самодостаточная привыкшая к комфорту к удобству который ищет любовь то есть вы сама по себе возможно бизнес-вуман возможно женщина четко знающие чего она хочет от жизни четвердо стоящие ногах живущие живущие в реальном мире и хотящие любви то есть вы этот мужчина дан вам как он считает для того чтобы он вам показал он своей стороны считает что он больше эмоционально более чувственным более такой любящий а вы как бы вы как бы не знаете на самом деле он считает что он вам по идее должен был показать что такое любовь какие-то чувства из подружки герой победитель но мы с вами было очень классно проводить время причем он ничего не скрывал вам ничего не обещал он реально чувствовал себя пижоном чувствовал себя таким героем любовником рядом с вами либо чувствует что он чувствует кому он реально чувствует свою значимость рядом с вами он этого не скрывает если смотрите на любовник это просто классное сочетание как я для нее очень хороший опытный любовник который показывает 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 и чувствую любовь но на вопрос что он вам чувствует да действительно он испытывает к вам чувствую любовь но здесь мужчина который хочет действительно вам доказать или показать насколько он хорош вот ты у тебя таких отношений как бы никогда не было вот я тебе покажу но и самое главное что он чувствует вашу любовь к ним сейчас человек погрузился полностью ушел в тему работы и бизнеса пришел называется показал вам что такое любовь и отошел в сторону знаете что он чувствует что вы сейчас очень ему он вообще считает что вам сейчас очень одиноко что он чувствует чувствует что вам одиноко без него и что вы уходите вы тоже уходите в работу если вы сейчас не общаетесь то он делает то же самое ему кажется что вы тоже делаете то же самое вы уходите в работу вы сейчас посвятили себя полностью как бы бизнесу отключились вам без него очень одиноко, как человек чувствует ваше одиночество. А делать ты что-то будешь по отношению к ней? Да, будет. Да, напишет. Будет писать. Будет писать не сразу, никуда он не торопится, он делает это осторожно. Вас он уважает, он считает вас женщиной особенной. Здесь императрица выпала. Возможно, старшая, возможно, несвободная, возможно, самодостаточная. Но да, действие. Он понимает, что ему надо совершать действие, он будет делать шаги. Но вот выйдет из этого состояния, пока сидит, ничего не хочет. Но ему надо выйти из грусти и печали. Это не депрессия, это тоска по тому, что было. Вот как было хорошо, а сейчас как-то не так. Вот он выйдет из этого состояния, ничего не хочу. И он сделает шаг. Насколько это высокая вероятность? Он еще пока не определился. Ну, что-то они у вас на все неопределенные. Но возможности хорошие. То есть недолго здесь ждать, на самом деле. Вообще недолго здесь ждать. Ну, месяц, наверное. Да, у вас как пауза. Смотрите, если вы сейчас находитесь в паузе, долгой, вот если в течение месяца человек не появится, больше не ждите. Ну, просто отпускайте, идите, занимайте свою жизнь, потому что на этом какие-то свои правила, свои установки. Так можно, так нельзя и так далее. Ушел в работу. Но вообще, если у вас просто не разрыв, как здесь мне показывают карты, а просто какая-то сложная ситуация, то человек должен в течение месяца появиться в вашей жизни, потому что он четко осознает, что ему нужно какие-то действия совершить. Если у вас все нормально, вы живете вместе, тогда, соответственно, если вы ждете от него каких-то действий, то, ну, вот месяц. Ему надо месяц на раскачивать. Нужен месяц на раскачивать. Король жезлов. Так, что в настоящий момент у вас с королем жезлов? Новый этап отношений. Как обновление такое отношений, как открыла глаза, поняла, как новую идею придумала. Причем женщина. Потому что в таком сочетании это медитация может быть. Это не обязательно страдания, многие-то мне пишут. Светка мечей, она по-разному проигрывается. Это еще и медитация, это состояние схаматки и глубокие медитации. Тяжело вам с ним строить комфорт. Очень разные взгляды на жизнь, очень разные взгляды на отношения. Но здесь такое ощущение, как будто девушка, которая смотрит, человек, который смотрит, он через себя, ну, как-то решил перестроиться, решил по-другому открыть глаза и посмотреть, что я могу с этого положительного получить. То есть начали концентрироваться только на чем-то очень положительном и хорошем. Но он строит с вами планы. Он строит планы. Так, что он думает о вас? Он, кстати, думает, что вы устали. Вы устали, вы не хотите вкладываться, вам все надоело, вы уже ничего не хотите в руки опускаете. Хотя он уверен, что вы к нему испытываете чувства, но вам очень сложно. В ближайшее время будет такой серьезный разговор. Должен быть. Либо он хочет, потому что он думает о том, чтобы серьезно с вами поговорить, прояснить ситуацию. Да, тема брака, тема семьи. Либо вот надо подождать, пока это невозможно. Но относится он к вам серьезно. С большим уважением, с глубоким уважением. Вот серьезно, ответственно. И он прекрасно понимает, что нужно это обсудить. Потому что ему кажется, что вы в нем сомневаетесь. Либо у вас есть какие-то сомнения тяжелые. Что он чувствует к вам? Очень сильно переживает из этой ситуации. Подстраивается, какие-то шаги совершает. Но неактивные, боится здесь страхи. Он, в принципе, здесь мужчина больше, конечно, в мыслях, чем в чувствах. Но, знаете так, подсознанием, либо интуицией чувствует, что с вами могут быть хорошие отношения. Но человек живет мозгами. Человек живет мозгами, потому что он принимает решения и дальше действует. Человек же действует. Потому что чувство, что идти можно, дружить можно. Есть все, шанс есть через мудрость. Но у вас есть какие-то конфликты на уровне недопонимания. У вас разное видение быта, разное видение отношений, разное видение вообще жизненной ситуации. Он понимает, что есть шанс. Какие-то у вас немножко тайные даже отношения. Вы их особо не афишируете. Вроде бы вместе, а вроде бы семья, а вроде бы вы не понимаете то же и то ли. Потому что либо просто особо не афишируете эти отношения, никуда не выкладываете, ничего не показываете. Но вы вместе. Вот третий вариант. Я не могу сказать, что вы по отдельности. У вас тяжесть. Ну вот вы не расстались, вы не разошлись. Вы можете коммуницировать, общаться. Но у него такое ощущение, что вы меня не понимаете, ты меня не понимаешь, а у вас еще нет, ты меня не понимаешь. Больше сейчас даже не чувствую. Чувства как-то перекрывают мысли больше. Ну хорошо. Не могу я описывать чувства. Не знаю, что он здесь чувствует. Потому что человек понимает, что вы... Он чувствует, что вы его. Он чувствует, что ему комфортно, удобно и хорошо. Все очень круто, все хорошо, замечательно. Что мешает ему? Что по его мнению мешает? Семья. Ему с вами приходится играть другую роль. Вот если жить с вами в семье, ему надо немножечко... Потому что вы, скорее всего, лидер. Вы, скорее всего, тоже привыкли решать вопросы и делать все самостоятельно. Потому что он понимает, что ему надо перестраиваться. То есть, как бы, сто процентов действий у него в этой вашей семье не получится. Ему надо постоянно как-то пристраиваться, играть другую роль. Он набирается мудрости. Ну и вы... Нет, вы можете быть хорошей парой, на самом деле. Вы можете двигаться дальше. Но здесь вам придется подстраиваться. Но вы уже начали. Как через медитацию, через мудрое решение, как это просветление. Как открыли глаза и решили, хорошо, ладно, я попробую найти какой-то комфорт в этих отношениях. Концентрироваться только на положительном. Вы можете быть очень хорошей эмоциональной парой, чувствительной. Просто вы здесь похожи... Когда энергии похожи, два лидера. Скорее всего, из-за этого конфликта. Что он будет делать в ближайшее время? Нет, он будет с вами. Император влюбленный к королеву мечей будет вас, если честно... Ну, психовать он здесь будет тоже. Но предлагать вам какие-то... Либо находиться все время с вами, либо... Ну, потому что император влюбленный, это человек хочет быть вашим мужем, по сути. Но немножко истерит, немножко неадекватное поведение. Либо... Будет как-то бороться с вами, потому что вы холодные. Рассчитывает на то, что все-таки любовь вы пройдете. Но здесь такая стадия, когда уже не пролюбовьтесь. Стадия, надо переходить к чему-то более серьезному. А у вас как не складывается. Но, в принципе, он заинтересован быть вашим мужем. Единственное, тогда вы должны стать больше шеей. То есть вы больше должны принимать решения думать, анализировать. Потому что он хочет действовать. А здесь получается, и вы хотите действовать, и он хочет действовать. Ну, здесь такая ситуация. В этом у вас дискомфорт. Такой вот третий вариант. Два активных лидера. Как я вижу. С характером. Четвертый вариант. Король Пентакли. Ну, либо четвертый вариант. Описание короля в начале видео. Можете посмотреть в начале видео. Так. Что в настоящий момент происходит в ваших отношениях? Опять же, ждем шагов. Ничего не происходит. Спящий рыть. Хорошо. Почему ничего не происходит? Почему мы ждем? Здесь произошел какой-то обман. Недопонимание. Скрылась какая-то информация. Не очень хорошая. Ой, ну здесь вообще как-то... Хоть он у нас и король Пентакли. Может быть, чей-то муж тоже может проигрываться. Ваш муж. Здесь скрылась какая-то информация. И вы сейчас думаете, а была ли любовь. Нет, здесь есть чувства, но поэтому тут борется мозг с сердцем. Здесь пытаетесь и сердцем, а голова говорит одно. Сердце говорит одно, а мозг говорит другое. Такой дискомфорт сердца и мозга. Вроде бы человек обманул, вроде бы человек совершил какое-то предательство, либо пакость. Но сейчас надо смотреть, что победит сердце. А у обоих тут чувства есть в отношениях. Ладно, потихонечку будете делать шаги навстречу, пока у вас может быть пауза в отношениях. Чувства загаданного человека. Не чувства. Давайте не чувства. Мысли сначала посмотрю. Чувства загаданного человека к вам. Здесь ссора, конфликт в семье. Возможно, он ваш муж, да. Слушайте, если это ваш муж, здесь проигралась реально башня, скандал в семье из-за соперницы. Либо скандал из-за другой женщины. Здесь скандал конкретный. И начало, что у вас в отношениях происходит, скрылась какая-то тайна, то, о чем вы не знали. Что он чувствует? Что вы устроите башню. Переживает скандал, не знает, что делать. Думает, 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 ну, думает. Поэтому у вас и борьба с сердцем и головой, что же делать. Чувствует, что надо как-то это прорабатывать. Чувствует, надо искать какое-то решение мудрое. Чувствует, что надо как-то выкручиваться, что-то как-то, что-то делать где-то. Но у него есть к вам чувства. Он ими манипулирует, но человек не хочет терять стабильность. Тут и любовь, но и любовь к стабильности. Не хочет он никого отпускать в своей жизни. Какие еще камни? Да нет, здесь мужчина испытывает к вам. Сейчас он понимает, что вы холодная. Но несмотря ни на что, несмотря на эту ситуацию, здесь королева мечей, может быть, это вы и есть, но вы все равно испытываете к нему теплые чувства. В любом случае хорошие друзья, и у вас очень хороший союз. И он в этом заинтересован. Он чувствует, что вы его тоже любите. Хотела смотреть мысль, но там мысли и так понятны, мысли доминируют. Нет, он очень хочет, чтобы вы ему не доверяете, потому что... На самом деле он хочет показать, что он холоден только-то. Вот есть человек, которому вы ревнуете. Да, очень такая властная сексуальная женщина, но он к ней холоден. Он к ней не испытывает каких-то сильных эмоций. Таких вот прям... То, чего вы боитесь. Что он будет делать по отношению к вам? Нет, он будет действовать. Здесь мужчина действует. Он будет идти навстречу, он будет мириться. Какой-то новый вариант будет. Я не знаю, чей это муж. Если это ваш муж, тогда он будет мириться и пытаться говорить, что я один совершенно, один, не одиноко. Давай помиримся, давай будем жить вместе. Через любовь будет показывать, что он муж император. Если это чужой муж, тогда он выберет семью, но он всё равно будет одинокий. Потому что ему будет одиноко вызываться. Но здесь вот четвёртый вариант. Здесь мужчина будет... На войне все средства хороши. Он будет пробовать все варианты. Может быть, вам этого не видно, но в голове и в планах он здесь пытается сделать всё, что угодно. Он не хочет вас терять. Он не хочет, потому что вы его мир. Вы его чувствительный мир, который смог построить король Пентакли, который впустил ваш мир, мир чувств любви в свой мир. Он не хочет от него отказываться, он не хочет терять. Если вы семья... Вот у меня очень сильно проигрываются люди, которые жили вместе. Вот четвёртый вариант. Вы пробовали жить вместе, либо жили вместе, либо это ваш чёрный муж там. И ему очень хорошо было. Он не хочет из-за какого-то недоразумения вас потерять. Действовать он будет. Если вы ждёте от него действия, да, действовать он будет. Император. Описание короля в начале видео. Пятый вариант. Либо император. Что в настоящий момент у вас в отношениях? Любовь на расстоянии. Либо это мечты. Ну, либо любовь на расстоянии, либо мечты. Потому что зависимые отношения, страдания. Чувства есть у обоих. Но отношения действительно по дьяволу. Такая безумная тяга. Я уже не понимаю, что это такое. Я хочу от этого откреститься, уйти. Но он всё равно безумно тянет. Ревность есть. Слежки есть. Но, опять же, звезда. Часто у меня, что в отношениях вы находитесь на расстоянии. Какое-то что-то, какое-то охлаждение. Не буду ничего рассказывать про любовные треугольники. Я никого другого здесь не вижу. Ученик очень одинок. В настоящий момент без вас. Очень много мыслей. Очень много чувств. Ушёл в себя. Надо подумать. Принять решение. Мудрое решение. Вот прям по мудрости решить, как мне лучше поступить. Что мне лучше сделать. Как я вообще могу изменить ситуацию, в которую я попал. Очень много будет думать о любви. Что он о вас думает. Что вам тоже тяжело. Причём переживать этот обман. Нужно время. Нужно время, чтобы вы... Потому что какая-то ситуация у вас нестандартная в отношениях. И нужно время, чтобы её либо принять, либо переварить. Но вам очень тяжело. Что он о вас как о женщине думает. Что у вас очень много... Вообще вокруг вас очень много героев-любовников. Что вокруг вас очень много поклонников. Которые просто там как мухи летают. Вы вообще полностью окутаны вот этой энергией мужчин. Но он вас ревнует. Он вообще считает, что да, вы такая женщина. Непостоянная. Колесо фортуны. Но это ещё удачливая. Непостоянная. И вокруг вас вы полностью живёте в мире любви. Чувств вам их не хватает. Они для вас важны. Но вокруг вас очень много мужчин. Что он ещё чувствует к вам? Несмотря на это, вы очень приземлённый, стабильный человек. Которым очень важен комфорт. И вы всё равно будете выбирать мужчину, с которым... Пусть это будет золотая клетка. Он тогда такая со стенками потолще. И вы, в первую очередь, вы будете выбирать мозгами. Но это его мнение, что он чувствует. Что да, вы такая вся романтичная. Вы умеете любить. Вам нужна любовь. Вы непостоянная. Потому что вы человек творческий, эмоциональный, чувствительный. Но при этом у вас в ногах всё-таки мир стабильности. Вам важно, чтобы мужчина... Мужчина веялась стабильностью, надёжностью. И вы будете выбирать всё-таки головой мужчину. То есть, несмотря на то, что вас окружает очень много романтики, он чувствует... Ну, почему он так думает? Потому что он себя выставляет на это место, чтобы как бы там ни было, кто бы такой к вас не крутился, он для вас всё равно авторитет. Он всё-таки император. Тут человек с самомнением всё в порядке. Всему своё время. Да, сейчас сложная ситуация. Но солнце, умеренность. Ясная картина придёт. Возможно, понадобится больше времени. Но ситуация прояснится. Возможно, понадобится чуть больше времени, чем казалось. Но ситуация прояснится, и всё будет хорошо. Пока он действовать не будет. Он понимает, что вы от него ждёте. Чувства, эмоции. У него есть к вам чувства. У мужчины есть к вам чувства. Но здесь всё-таки император. Вы учитываете то, что у него норов такой. Если это просто ваш муж, тогда пока он к вам тёплые чувства проявлять не будет. Тогда, если это ваш муж. Почему? Потому что здесь что-то такое произошло. Должно пройти какое-то время, чтобы восстановилось нормально. Пока он не хочет с вами либо нормально общаться, либо идти с действиями. В плане дарить вам любовь. Показывать вам свою любовь. То, что он к вам испытывает чувства, он уже это осознал. В настоящий момент, скорее всего, не общаетесь. Возможно, могут быть общие дети, если это муж. А если нет общих детей, тогда он не совсем заинтересован в том, чтобы с вами расставаться. Либо, если был серьёзный скандал и развод, то он пока не хочет окончательно. То есть он сейчас тянет время, он сейчас не может общаться полноценно. Но тоскует, скучает. Он не знает, что у вас там происходит. Действия, какие ещё будут действия? Следить за вами, наблюдать будет на расстоянии. Хорошо, вот эта ситуация, которая между вами, что она даёт вам? Здесь больше вы осознаёте ситуации, в которой вы сейчас находитесь, да, неопределённые. Возможно, на расстоянии, возможно, какое-то такое охлаждение чувств. Тут дьявол проигрался. Понять, насколько он давал вам стабильность, насколько это ваш человек, насколько... То есть осознать либо в хорошую, либо в плохую сторону. Потому что, как женщина, мозгами осознаёт, это тот человек, который мне нужен для жизни. Это тот человек, с которым я хочу иметь стабильность, жить вместе и так далее. Строить, работать над отношениями. Такие у вас перспективы с этим императором. Ну, пока разговоры. Самое лучшее, что может с вами произойти, вы должны начать нормально общаться. У вас здесь какой-то конфликт из-за дьявола. Возможно, ревность, возможно, какая-то измена проигралась. Сейчас охлаждение чувств и эмоций, но они никуда не ушли. Здесь есть какие-то нравственные мотивы, по которым он не может... Он знает, что он может... То есть он сам понимает, что ему надо что-то делать. Он сам понимает, что он должен как-то проявляться. Но вот пока не может через себя переступить. Потому что он всё-таки император. Он не хочет... Ну, вот не хочет он идти первым. Но всему своё время, потому что он осознаёт, что ему тоскливо, ему грустно. А вам как раз время осознать, нужен он или не нужен. Насколько важны мне эти отношения. И давал ли этот человек, или даёт мне этот человек стабильность. Хочу с ним расставаться или нет, или идти дальше. Но в ближайшее время он с действиями не появится. То есть максимум, что может произойти в ближайшее время, это возобновление общения, либо восстановление нормального общения. Всё, вот как-то так. Такой вот вариант на императора. Всего вам доброго, до новых раскладов. И до новых встреч, до новых видео. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова